Используй эту силу, чтобы воплотить в жизнь свои мечты. Не позволяя другим определять твой путь. Твой выбор определяет, кто ты есть. Любовь, что ты даришь, и обещание. И всем привет, дорогие подписчики канала Амбрилла Тэч Инкорпорейтед. На связи с вами ваш Айберт Вескер, наши лампы Таня фон де Гуршав. Комментарии ваши и Лара Крофт Перетайной Комнатной Версия 2.0. Кто не видел предыдущую версию, обязательно пересмотрите Лара Крофт Ледженд. Так гигантская змея была, в конце концов. Гарри Поттером завидуется такой змее даже. Ну а прежде, как говорится, рандомный комментарий. Я сегодня, поскольку в предыдущих эпизодах я как-то забывал, я бы записывался все одно время, поэтому мне как-то в голове не укладывалось. Поэтому, зачинаю сейчас сразу три комментария. Рандомный, прямо вот при вас. Первый я один уже выбрал, ну, знаю сразу, потому что бы сыграть время. Так вот, первый комментарий рандомный от Лунтика Бимтэк 777, он же Лунтик наш. Как всегда, крутое видео. Поздравляю с 1.700 подписчиков. Кстати, спасибо. Во-первых, и нас уже 1.713 на момент записи. Думаю, к моменту публикации этого видео уже будет 1.800. Мы на сегодня еще быстро как-то дрожак. Спасибо, ребят. Это, если что, он к 47-му эпизоду Blood Tiles он написал. Так что пересмотрите, ребят. И предыдущий эпизод тоже. Вот реально, предыдущий эпизод, связанный, на данный момент пока я записываю, связанный с подвалом отчаяния, где мы сейчас находимся, и библиотека Италь как-то мало набирает. Реально, ребят, очень интересный эпизод вышел с точки зрения информативности. Вот реально. А завтра, я просто записываю в понедельник, потому что не успел в выходные записать, выходит эпизод уже связанный... Ну, вы уже смотрели, раз вы здесь находитесь, с галереей мамы Лары. Вот реально тоже, как-нибудь посмотреть, красивый эпизод. Ну и давайте сейчас кого-нибудь еще рандомно. Не знаю, кого взять. Ник пишет. У меня тоже есть такой диск Майнкрафт. Меня смущает только, что Эггман единственный человек среди фури, пишет Ник. Это он к комментарию, где... Шортсу, связанный с командой Соника. Не сказал бы, что такое серьезная ситуация. В принципе, это нормально, тем более Ганн, скорее всего, была ликвидирована. А, Эггман захватил мир, как вариант. Скорее всего, он нашел портал в другое измерение, где Ганна не существует. Ну и последний, давайте еще какой-нибудь комментарий. Вот, не знаю, просто при вас смотрю. Вот, не знаю, что взять. Оп, вот, к примеру... Вот Макс Зупер пишет. У меня есть такой диск на приставку. Причем, кстати, написал это сразу, если смотрю, только сейчас вижу. К двум... Не знаю, видно, не видно. О, не знаю, видно, не видно. К двум шортсам. С Вескером и Соником и с Доктором Эггманом на старте. Спасибо, ребят. Реально, спасибо. Столько комментариев. А, ну и еще, ладно. Кастарика написал нам еще к вчерашнему стриму по Resident Evil 5. Отличное прохождение. Так, держать. Спасибо, Кастарика. Реально. Мне тоже очень понравилось, ребят. Играть в онлайне в 5-й Resident, это, ну, удобнее, чем в одиночку. А теперь, как говорится, после, как говорится, прощения и перепрощения, прекрасного озарения, идем за ломом. Здесь есть змея, да? Я открыла тайную дверь изнутри? Надеюсь, я смогу отсюда выбраться. В общем, она не работает. Ладно, будем ее ломать. А почему ты не бежишь? И все это только, чтобы защитить свои исследования? Скорее всего. На арт-застовку. Лара. Улыбнись. Кривая Фибоначчи. Вот. Молодец. Вот так. Вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так. Вот здесь, вот здесь все Лара будет. Вот здесь все будет. Полды из, полды версии исследований. Нам будет сделать, наверное, новую арт-застовку с собой. О. Что-то у нас здесь. О. Какие-то записи. Послушаем. Строительные работы выполняются в тайне. Нанятым ротом рабочим хорошо заплатили, чтобы в документах не фигурировали подробности. Поэтому я почти уверен в том, что никто не прознает, чем я тут занимаюсь. Рассказывая о своем открытии, я проявил неосторожность, чем привлек нежелательное внимание. Рот считает меня параноиком из-за того, что я строю тайную комнату. Но я-то знаю, что за мной наблюдают. Мои исследования слишком важны и потенциально слишком опасны, если попадут не в те руки. Мне нужно надежное место. Рот должно быть считаться параноиком. Но я понимаю, почему он решил построить эту комнату. Если кто не знает, рот это старый друг семьи. Если вы не смотрели первое прохождение Яматая, то рекомендую посмотреть. Проходили вот в августе прошлого года. Страница из плана реставрации. Они не хотели, чтобы кто-то чужой узнал о существовании усыпальницы. Ну вот, как раз таки нашли данный по усыпальнице. Получается, здесь вход к ней, да? Где-то должен быть, в палубике. О, я его вижу. Вот даже 7-5 балбу не надо. Вот он, вот. Вот. А это что у нас? Все кончено. Я сделал все, что мог. Но моя Амелия так и осталась хладным трупом. Увидев мои наброски, рот сначала нахмурился, а затем уговаривал меня не совершать этот обряд. Он боялся не того, что обряд сработает, а того, что сделаю я, если он не сработает. В итоге обряд не сработал. В чем у меня нет сомнений. Я приготовил все согласно результатам моих исследований. Когда я бросил камень в эликсир и поднес его к губам Амелии, я на мгновение подумал, что у меня получилось. То есть ты ее нашел? И мои карманные часы вдруг остановились. Воздух был наэлектризован, как перед ударом молнии. Я представил себя, как жизнь выливается из меня, будто из опустошаемого сосуда, и вливается в Амелию. Я бы умер счастливым, если бы перед смертью увидел глаза Амелии снова чистые и живые. Но этот момент прошел. Амелия так и не ожила, а я никакой не орфьей. Мы вернемся в поместье и погребем ее тело. Больше я ничего не могу для нее сделать. Почему мне кажется, что она жива, и она попытается нас прибить, как в Андерволде? Это будет хорошая отсылка. Мне реально нравится это дело систо. Столько отсылок. Ты доставил ее тело домой. Она где-то здесь. Посмотрим. Сейчас найдем. Одна из статуй, привезенных папой из Китая. Он полагал, что она связана с храмом Сиянь. Нужно будет как-нибудь заняться этой теорией. Заглянем туда потом. Лет через сто. Это, кстати, тоже была отсылка. О! Что у нас там? Российская империя. Причем, кстати, на русском. Карта русская. Но! Если вы сейчас обратите внимание, а я думаю, вам отлично видно, в крайнем случае, я вот так вот подойду. А, в принципе... Вот так вот подойду. Вот как-нибудь. Вот так вот. Там написано империя. Но это нихрена не российская империя. Реально. Карта. Современная. Смотрите. Подразделены под регионы. Хотя, если... Нет, все равно это не империя. Потому что, во-первых, тут есть территории, которые... Ну, нет, видите, они реально подразделены. Если бы это называлось Советский Союз, то... Хотя... Хотя Финляндия... Нет, Финляндия, во-первых, она не входила в Российскую империю никогда. Да, она была отдельным всегда государством. Да, под покровительством Николая II на пике. Потому что он уже был, по сути, владельцем. Но... Плюс, опять же, нет Аляски. Я не вижу здесь Аляски. Она должна быть тоже. Нет, но это скорее адаптация какой-то другой карты. Скорее всего, Советского Союза в большей степени. Но без Финляндии. Финляндию не учиться тут нельзя. Возможно, это... Карта... Какие страны входили... Какие территории стран входили в состав Российской империи, как вариант. В это я готов больше поверить. Но... Это точно не полноценная карта Российской империи. Вот серьезно. Это так, к слову. Просто такие. О! Здрасте. Собранные папой знания. Сколько там должно быть тайн? Ну, давай почитаем. Я не возражаю. Кодекс Лорда Крофта. Я почитал бы. А, тут что у нас в Винстон? Я пытался встретиться с тобой на прошлой неделе, но твой слуга выпроводил меня, будто торговца столовым серебром. Он сказал мне, что ты убит горем и пока не готов принимать гостей. Он сообщил, что ты винишь себя в этой утро. Что тут скажешь? Кого же еще к дьяволу винить? Надеюсь, тебе больно. Надеюсь, отныне каждое мгновение твоей жизни будет наполнено нескончаемым эхом утраты. Надеюсь, ты проживешь достаточно долго, чтобы почувствовать, как, вопреки всем твоим надеждам, эта боль только нарастает. И по делам. Ты лишил нас, Амелии. Ты уничтожил ее репутацию и отравил ее разум своими детскими фантазиями. Ты все равно что задушил ее своими руками. Заткнись. Никогда ко мне не обращайся. Но ты должен принять меры, чтобы обеспечить будущее своей дочери. Тебе не приходило в голову, что, возможно, будет лучше, если ты последуешь за Амелией, не откладывая? Как официальный опекунд Лары, возможно, я мог бы частично сгладить тот вред, который ты уже причинил бедняжке. Если нет, то я сделаю все возможное, чтобы фамилию Крофт навсегда позабыли. Лара заслуживает лучшей доли, чем ты, как заслуживала ее и Амелия. Как и все мы. Атлас. Какая мерзкая зараза. Если бы я этого Атласа в реальности увидел, я, по-моему, избил бы всю его рожу, даймордайскую. Хотя, я думаю, Лара это сделает перед меня. Но я в ее теле, по сути. Избью я! Я, Лара. Какая мерзкая зараза. Лара, не завидую. У тебя прямо реально жуткое роднее. Реально. Соболезную, соболезную. А это что у нас? Тибетский свиток. Помню, как папа изучал его по ночам. А можно почитать тоже? Красиво, кстати. Нет, я здесь реально очень грамотно все сделано. Мне нравится. Вот. Еще что-то есть. Возможно, он поможет мне попасть в другие части имения. Но! Лом. Можно взламывать разные предметы, двери и двери во владение. И, конечно же, если я сейчас пойду сюда дальше. Так, это не открывается. А-а. В общем, мне нужно идти, получается, через усыпальницу. Но, с другой стороны, это дает понять, что нам дадут открыть тенящики. Которые там находятся в подвале. Будет забавно, если в результате завещание находится в подвале. Невероятно. Даже тут папа так старательно прятал результаты своей работы. Неплохо, кстати. Любовь моя. Сейчас так тихо. Вокруг лишь тишина и спокойствие. После всего безумия и хаоса катастрофы, я не могу не восхищаться красотой этих гор. То есть она выжила при падении. Я понимаю теперь то волшебство, что влекло тебя сюда. Знаешь, что я... Мне сейчас совсем не больно. Только... Невероятно грустно. Грустно от того, что... Никогда больше не увижу твою улыбку. Не увижу, как вырастет наша дочь. Так много осталось невысказанного. Но я устала. Садится солнце. Скоро меня окутает ночной холод. Знаю, скоро я засну и больше никогда не проснусь в этом мире. Мне страшно, Ричард. Что ждет меня там, на той стороне? Ты знаешь, у меня всегда были проблемы с Верой. Что ж... Буду тогда держаться за твою. Я держусь. Держусь изо всех сил, любовь моя. Будь отцом, которого заслуживает Лара. Знай, что я останусь жить в ней. Я даже не знаю, что хуже. Разбиться и умереть моментально или умереть от холода среди трупов глубоко в Гималаях. Не могу представить, что отец чувствовал, читая это письмо от мамы. У меня и самой при одном взгляде на него слезы на глаза наворачиваются, как и у меня. Это Лара, если что тут текст, я зачитываю вам. Надеюсь, в конце концов, ему удастся разглядеть во мне милию. Вот это реально тяжелое письмо. Но реально тяжелое. Жалко, отец такого письма мне не оставил под потомку. Смелый-смелый. Ребята, конечно, сейчас, наверное, многие думают, а что ты не забываешь, что почему, типа, она там не разжигала. Поймите, ребят, если написать письмо недолго, но если она писала то, что уже происходит, значит, скорее всего, ей не удалось сделать себе укрытие, разжечь костер. Пайка, скорее всего, на борту не было. Самолету могло что угодно случиться, она могла просто вовремя выйти, а он, например, потом упал со скалы вниз. Ей некуда было деваться. Может, у нее было там сумочка небольшой, что-то ее... Чудо, что ее вообще нашли. Я не знаю, конечно, как она была похоро... Что с ней случилось. Ну, судя по всему, ее никто не жрал. Соответственно, проблем быть не должно. Так, а это... Углы, ну я не могу это изучить. Ладно, дать посмотреть, что здесь у нас. Тут надпись. Это вселенная Крофт. Знания наши на востоке. Покой наш на западе. Будущее наше на юге. Прошлое наше на севере. Знания наши на востоке. Знания — это библиотека. Покой наш на западе. Это спальня. Спальня и зона, где была галерея Амелии. Будущее наше на юге. А прошлое наше на севере. На юге, значит, скорее всего, комната Лары была. А на севере находится усыпальница. Конечно, есть. Давай открываем. О, кстати, заметьте, пометки тоже. И здесь пометки. И везде пометки. Ричард реально хорошо поработал. Вот это респект. Ладно, давай выключим вот это пока что. Чтобы никто не догадался. Пойдем сюда. Давай, 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 давай. О. Что тут у нас тут? Привет, пап. В общем, знаю, я только вернулась в школу, но когда мне снова можно будет поехать на терраскопки? Тут ужасно скучно. Все, что мы учим, я уже за лето прочитала, и теперь постоянно отвлекаюсь, смотрю в окно и думаю про наши экспедиции. А потом меня ругают за то, что я сплю в классе. Обещаю, я буду вести себя хорошо, не буду мешать, просто буду делать, что скажешь. Просто мне так этого не хватает, пап. И тебя не хватает. Это реально мило. Нет, это реально мило. Я рад за Лару. Реально рад. Сейчас мы дойдем еще до двух ящиков. Кстати, по поводу обучения. Если что, в Британии там обучение немножко по-другому. Хотя как по-другому. В принципе, так же, но получше. Там более грамотно относится к образованию. То есть, если ты, к примеру, с какой-то книгой информации не ознакомился, то это уже твои беды, потому что ты должен с ней ознакомиться, как ни крути. Давай, открывай. Ничего нету. А здесь? О! Лорд Крофт решил закрыть западное крыло имения. Я пытался его отговорить, но он принял решение, не колеблясь. Что еще хуже? Боюсь, его путешествие в Тибет лишь распалило его одержимость. Теперь он часами не покидает своего кабинета, исследуя бог знает что. А бедняжка Лара, она так растеряна. Она слишком юна, чтобы осознать, какая трагедия пала на этот славный дом. Всей душой я надеюсь, что Лорд Крофт найдет в себе силы вырваться из пучины горя и обратить свое сердце к отцовству и любви дочери. Опасаюсь, однако, что страсти подчинили его себе. Те страсти, которые так хорошо подавляла леди Амелия. В любом случае, я останусь опорой для юной Лары. Во мне она никогда не ощутит горя и печали, лишь любовь и поддержку. Вот я не перестаю говорить. Идеальный и товарищ, и дед, и дворецкий. Уинстон лучше из всех. Никто его не переплюнет. О. Эй, а почему я могу двинуть могу? Давай откроем. Ах, ладно. Ну, мы сейчас пойдем обратно к тому же пути. Хотя там наверху, по-моему, где-то тоже было. Не помню. Ладно, найдем. Подвал отчаянья. Реально, вот я не понимаю. Ты делал себе подземную комнату, но при этом не смог вот отреставрировать часть подвала. Вот реально. Ричард Крофт реально ленивая скотина. По-другому не скажу. Это издевательство над таким местом. Давай пошли Ларда вверх. Сохранение. Что нам теперь делать? Нам, получается, надо открыть семейный склеп. Музычку, пожалуйста. И любимая. Я так полагаю, сюда, да? Знание наше на востоке. Покой наш на западе. Будущее наше на юге. Прошлое наше на севере. Вот прошлое нам наебить. Надо к прошлому идти. Прошлое на севере. Как только к прошлому войти? А-а-а. Ну что ж. Заглянем к родственничкам. Мда. О-о-о. А зажечь нельзя? Обидно. Ммм. У нас осталось, смотрите. Тут две фрески. Когда я успел фрески найти. Кто помнит? Я не помню, как ворот фрески. Документы? Да. У нас осталось четыре документа. И пять религий. Но это, опять же, подвал. Все. Вот это красота. У запальницы всегда была здесь. Вы только гляньте. О, послушаем. Я ожидал, что после возвращения в поместье и погребения Амелии, меня охватит чувство безысходности. Я всецело верил, что как только погребальный обряд завершится, я упаду рядом с ней и умру. Не от горя. А от того, как смертельно устал за последние несколько недель. Но когда могильная плита опустилась на место, я ощутил скорее умиротворение и даже прилив сил, чего, признаюсь, совсем не ожидал. Это не конец нашего существования. А я был дурак, что так думал. Даже если ее тело погибло, ее дух все еще обитает здесь, в поместье, во мне, в ларе. Ее душа навсегда связана с моею. А ее смерть всего лишь кратковременная помеха. Я вышел из холодной тишины на яркий солнечный свет, полный нерушимой уверенности. Смерть не конец. А наша работа еще не закончена. Это, конечно, хорошо, что ты обрел чувство жизни, но кажется, это же какое-то безумие. Это же какое-то безумие пошло, мне кажется, у него. Реальная красота, вы посмотрите. И это, я так полагаю, и есть ее усыпальница. Она бы тебя назвала золотым ребенком, уверен. Сколько здесь покоится? А тут есть кто-нибудь? Это могила ее матери, это я уже понимаю. Я пока не подхожу к могиле Амелии. А как еще быть-то? Лара, а как еще ему быть-то? Реально, я даже теперь не знаю, какая составка лучше. Посмотри сюда. О, отлично. Давай, вот вбок, чуть-чуть вбок. О, молодец. Ну, мы сейчас еще посмотрим, кто еще у нас лежит. Тут столько, видимо, скай... Тут столько кров, там. Да, не все, конечно, отмечены, но все же. О, анимация. Моя милая, Лара. Как сложно писать эти строчки, осознавая, что для тебя они будут всего лишь словами на бумаге. Не знаю, запомнишь ли ты мой голос. Запомнишь ли ты, как мы играли и смеялись. Как я утешала тебя, когда тебе было грустно. Я всегда буду с тобой, Лара. Моя сила. Моя любовь. Все это в тебе есть. И всегда будет. Используй эту силу, чтобы воплотить в жизнь свои мечты. Не позволяя другим определять твой путь. Твой выбор определяет, кто ты есть. Любовь, что ты даришь, и обещания, что держишь. Надеюсь, ты счастлива, любима и успешно добиваешься цели, которую ты себе поставила. Я горжусь тобой, доченька. Помни меня. Со всей любовью, твоя мама. Что это? Письмо? Ну, так или иначе, ребят. Я надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее прохождение. Давайте мы пока, наверное, с вами прервемся. Лара. Вот реально. Очень грустная концовка. Ну, как сказать грустная. Ищет с хорош... Концовка с счастливым концом. Мы, наверное, другие реликвии найдем чуть позже. Я так смотрю, Лара уже начала реставрировать имение. Вещи завезла. Вот здесь живет. Я думаю, с ней все будет хорошо. И мы найдем здесь ее завещание и все остальное. Я однозначно в этом уверен. Но Ричард же не идиот. Он этого Де Марнея терпеть не мог. Он точно написал завещание. И в этом, я уверен, 100%. Так что, ребят. Следующий эпизод мы посвятим поискам завещания. Ну, а с вами был Вескер. Амбрелла Течинг. Всем до скорой встречи. Всем пока. Надеюсь, вы эту склейку не увидели. И всем удачи! Не мерзли. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин